Этап 1. Происходящий с 15 мая по 5 июня 2022 года. Начинается с небольшой и необычной вспышки обезьянь и оспы. По сообщениям о 1421 случае и 4 смертельных исходах. Нет прямых доказательств международного распространения, но вспышка происходит во время национального праздника с обширными внутренними и международными поездками. Этап 2. 10 января 2023 года. Проходит через 6 месяцев, после чего вирус распространился на 83 страны с 70 миллионами зарегистрированных случаев, в результате которых погибло более 1,3 миллиона человек. Этап 3. 10 мая 2023 года. Произошел через 12 месяцев после первоначальной вспышки, когда было зарегистрировано более 480 миллионов случаев и 27 миллионов погибших во всем мире. То, что вы сейчас услышали, это не фантастический роман, это не теория заговора. И, думаю, вы обратили внимание на точность дат. Так вот, это репетиция того самого вируса и той самой пандемии оспы, которая прошла в 2021 году. А кто ее организовал и кто за этим всем стоит? И как так получилось, что конкретные даты, например, начала и первая вспышка именно 15 мая 2022 года была предвидена в этом самом сценарии уже в ноябре 2021 года. И конкретно был описан вирус, который вдруг появится. Мы сейчас об этом с вами поговорим. Дорогие друзья, как всегда, я рада приветствовать на моем канале всех единомышленников, всех тех, кто следит за альтернативной информацией, всех тех, кто хочет узнать больше и борется за правду и за то, чтобы этот мир стал лучше. Я, прежде чем начать рассказывать вам по порядку все то, что я хочу вам донести, хочу обязательно, прежде всего, поблагодарить всех тех, кто, несмотря на очень тяжелые времена, помогает моему каналу донатами. Так как сейчас монетизация на российскую публику отключена YouTube из-за санкций, мы, блогеры, практически не зарабатываем с монетизацией. Поэтому я оставляю только для тех, у кого есть такая возможность, под этим роликом ссылку на мой сайт донат, где вы можете задонатить денежку на помощь в развитии моего канала. Итак, я уже делала ролик на эту тему предыдущие дни, и мы там разобрали с вами, конечно же, какие-то моменты, которые уже изначально бросились в глаза. И вот что я предположила, что именно этот вирус может быть началом той самой следующей пандемии, которую, в принципе, анонсировал уже наш с вами знаменитый филантроп. Вы прекрасно понимаете, о ком я говорю, да? Но дело в том, что, безусловно, здесь нужно смотреть, как будут развиваться события. И мне все-таки кажется, вот уже прошло более суток с этого ролика, я все-таки вижу, что как раз-таки событие развивается именно в том направлении, в том ракурсе, который был задан, о котором мы говорили в прошлом ролике. То есть все идет именно по тому плану, который мы с вами обсуждали. Но сейчас я вам хочу рассказать то, чего я буквально сутки назад еще, можно сказать, не знала. И когда узнала, пошла сразу же изучать эту информацию, искать их подтверждения, проверять источники. И, в общем-то, наткнулась на поразительный документ, которым сейчас с вами буду делиться. Но для начала хочу немножечко сделать ракурс назад и начать с того, что просто хочу напомнить вам. Пожалуйста, вспомните, как в 2020 году, когда в Юхане все это началось, что говорили нам тогда. Обратите, пожалуйста, внимание. 2020 год на сайте ВОЗ пишут. Говоря о возможной новой пандемии коронавируса, мы должны быть очень осторожными, заявил Майк Райен, глава программы Всемирной организации дровоохранения по чрезвычайным ситуациям. Процент подтвержденных случаев за пределами Китая и провинции Хьюбэй очень низкий, и почти все они имеют связь с Китаем. Мы должны полагаться на научные данные. Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос подчеркнул, что COVID-19 не так смертелен, как другие коронавирусы, как, например, SARS и MERS. Более 80% больных имеют средне-тяжелую форму и выздоравливают. В 14% случаев вирус вызывает тяжелое течение, и около 5% больных имеют критическую картину, а всего лишь 2% зарегистрированных случаев скончались. Поэтому Тедрос, в общем-то, призывает не паниковать и вообще не верит в то, что этот вирус может нести реальную угрозу пандемии. Это было сказано в 2020 году. Что же нам говорят сейчас? Вот Италию зарегистрировали несколько случаев, и итальянское правительство сказало, что не переживайте. Летальность этого штамма, с которым мы имеем дело, составляет всего лишь около 3%. Она менее заразна, чем COVID, и, вероятно, не может передаваться бессимптомно. Поэтому, друзья, живите спокойно, дышите спокойно. Но что меня поражает в этих обоих случаях, что несмотря на заявление о том, что живите спокойно, вообще не парьтесь, все нормально, ничего страшного, но, с другой стороны, в то же самое время бомбардировка в СМИ устрашающих статей, некоторые из которых я вам уже показала, но их много, вот эти статьи с этими фотками, людей с этой сыпью, значит, весь этот кошмар, и показывают, какие страшные, значит, язвы на людях появляются. Вот с одной стороны бомбардировка ужастиками, а с другой стороны, да ну не парьтесь, чего вы, как бы и человек, понимаете, более легче воспринимать эту информацию, потому что, если бы его сразу напугали, он бы сказал, да ладно, фейт какой-то, а тут, как бы, они аккуратненько подходят, да, вот это прослеживается очень, ну, одинаковая прям такая вот история. Ну, а теперь переходим уже напрямую к сути дела. Это поразительно, это уже просто какой-то цирк, потому что, ну, изначально, когда начали выходить, значит, какие-то новости о различных каких-то репетициях, событиях, которые вдруг произошли, нас называли конспирологами и смеялись над нами, и ох уж эти теоретики заговоров, да, и так далее. Но извините, когда в 21-м году выходит репетиция оспы обезьян, именно ее, и сейчас мы с вами поговорим, кто это все репетировал, да, но самый поразительный факт, я сейчас покажу вам документы, да, где написано черным по белому, четкая дата, начало первой вспышки, вы будете, ну, просто, ну, здесь уже нельзя однозначно сказать, что это какая-то конспирология, послушайте, ну, нас уже этими, значит, этой кашей не накормишь, это уже просто цирк, понимаете, просто цирк. Ну, давайте вот по порядку. Что из себя представляет организация под названием Nuclear Threat Initiative? Давайте же переведем эту статью в Википедии на русский язык через Google. Инициатива по ядерной угрозе, сокращенно НТИ, штаб-квартира Вашингтон. Итак, The Nuclear Threat Initiative, NTI, американская некоммерческая организация, основана в 2001 году бывшим сенатором Сэмом Нанном и филантропом Тедом Тернером в США. НТИ работает под предотвращением катастрофических нападений и аварий с применением оружия массового поражения и мешающего оружия ядерного, биологического, радиологического, химического, а также угроз кибербезопасности. В общем, все виды биологической опасности, биологического оружия. И не буду сейчас вам зачитывать всю историю, вы можете сами зайти на Википедию, все вести и прочитать, ознакомиться. Мы остановимся вот на этом интересном пункте. В январе 2018 года NTI объявила, что получила дополнительную поддержку в размере 250 тысяч. Ну, я, если честно, думаю, что поддержка была намного больше, но официально они задекларировали 250 тысяч. От кого? От фонда Билла и Мелинды Гейтс. Для разработки глобального индекса безопасности здоровья, конечно же, он же всегда борется за здоровье, филантроп наш. Для измерения эффективности и действенности программ и политики безопасности здоровья страны. Перед вашими глазами документ, который называется «Укрепление глобальных систем, предотвращение и реагирование на биологические угрозы с серьезными последствиями. Результаты командно-штабных учений 2021 года, проведенных в партнерстве с Мюнхенской конференцией по безопасности». И здесь мы видим все описание официально. Вот, пожалуйста, Nuclear Street Initiative. А теперь идем на 11-ю страницу. 10-я, 11-я. Так, 8-я, 9-я. Вот интересная, значит, 10-я страница. Здесь мы видим вот такую схемку, график. Вот мы ее сейчас увеличим с вами и очень внимательно посмотрим, что же здесь нам показано. Итак, посмотрите, пожалуйста, фигура 1. Шенарио Design Summary. Что мы здесь видим слева? Значит, атака 15 мая 2022 года. Повторю, что репетировалась биологическая атака. Значит, дальше мы видим сценарий. Monkeypox в переводе с английского, значит, именно оспа обезьян, появляется в городе, которому они дали такое гипотетическое название Бринья. И вызывает 1421 случай заражения и четверо смертей. И это, в общем, в свою очередь, вызывает международную тревогу во всех странах. И начинают, в общем-то, приводить в готовность всевозможные системы. Всевозможные системы по борьбе с этой вспышкой. И рядом, даже ниже, они пишут, что, значит, эта атака, она продлится до июня 5 числа 2022 года. Значит, no international warnings or advisor. Пока никаких, в общем-то, страхов не будет в интернациональном плане. Все потихоньку будет идти. Benefits of needs for early risk assessment. Необходима, в общем-то, ранняя оценка всех рисков и готовность. Еще раз повторюсь, что стоят точные даты в этом документе. 15 мая 2022 года – начало биологической атаки. Планировалось, да, именно обезьяньего вируса. А дальше по плану этого сценария. Этап второй – 10 января 2023 года. Вирус распространился на 83 страны, 70 миллионов зарегистрированных случаев, в результате которых погибло более 1,3 миллиона человек. Без известных эффективных методов лечения или вакцины странам приходилось полагаться, главным образом, на немедикаментозные вмешательства для лечения последствий пандемии. Подчеркивая значительное различие в национальных результатах борьбы с пандемией, некоторые правительства, включая вымышленную республику Дранма, незамедлительно приняли агрессивные меры, чтобы замедлить передачу вируса, прекратив массовые собрания, введя меры социального дистанцирования и выполнение жестких масочных мандатов. Эти страны также наладили крупномасштабное тестирование и отслеживание контактов. Они расширили свои системы здравоохранения для поддержки ожидаемого роста числа случаев заболевания. Напротив, сценарий изображает другую группу стран, в том числе вымышленная страна Кардус, которые отдают приоритет сохранению открытости своей экономики, практически полное отсутствие контроля и преуменьшение вируса и его потенциального воздействия. В этих странах показатели заболеваемости и смертности гораздо хуже, чем те, которые реагировали сразу и энергично. Третий этап 10 мая 2023 года, то есть через 12 месяцев, было зарегистрировано уже более 480 миллионов случаев и 27 миллионов погибших во всем мире. На этом этапе участники узнают, что пандемия была вызвана региональной биотеррористической атакой, которая намного превзошла цели преступников. В частности, британская разведка сообщает, что сконструированный вирус обезьянь и оспы был незаконно разработан в вымышленной стране ведущего института вирусологии Арника. Эта страна, опять же, повторюсь, вымышленная, насчитывающая 75 миллионов человек, имеет свою историю конфликта с соседней страной Бриньей. Еще раз повторю, что они здесь пишут. Британская разведка сообщает, что сконструированный вирус обезьянь и оспы был незаконно разработан в вымышленной стране ведущего института вирусологии Арника. Эта страна с населением 75 миллионов человек имеет свою историю конфликта с соседней страной Бриньей. Независимая Орниканская террористическая группа СПА работала с сочувствующими лабораторными учеными. Чтобы создать очень заразный смертельный патоген и рассеять это на переполненных вокзалах в этой стране Бриньей во время национального праздника, когда большая часть населения путешествовала внутри страны и за рубежом. Самое интересное, что преступники использовали общедоступные научные публикации для руководства в работе над модификацией вируса обезьянь и оспы, чтобы сделать его более трансмиссивным и устойчивым к уже имеющимся в настоящее время вакцинам. Обсуждение в шаге 3 было сосредоточено на управлении биологическими исследованиями двойного назначения, а также на текущих недостатках в системе биобезопасности и биозащиты. Завершающим этапом учений стал круглый стол, в котором рассматривались различия в готовности общественного здравоохранения по всему миру и, как следствие, потребность внимания в более эффективных механизмах финансирования для ускорения наращивания потенциала готовности к пандемии. Признание этой пандемии готовность требует дорогостоящих инвестиций, которые страны с низким и средним уровнем дохода не могут себе позволить делать. Участников попросили обсудить стратегии по активизации этих инвестиций на устойчивой основе. Я уже говорил в прошлом ролике и еще раз обращу ваше внимание на то, что 4 ноября 2021 года вышло интервью Билла Гейтса, где он заявил поразительные вещи. Вот эта статья, но таких на самом деле очень много, которые рассказывают о том самом его выступлении. Называется «Теракты с применением биологического оружия опаснее пандемии», предупредил Билл Гейтс. И здесь он как раз вот в этом интервью, это видео здесь стоит, можно зайти посмотреть, кто хочет. Здесь он говорит, значит, «Важность предупреждения угрозы терактов с применением биологического оружия» Гейтс объяснил так, внимание, «А что если биотеррористы принесут ОСПУ в 10 аэропортов? Нам известно, как на это может ответить мир? Есть естественно возникающие эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом. Последние могут быть даже хуже той, что мы переживаем сейчас». Очень интересный момент, друзья мои. Значит, мы имеем дело с Биллом, который, в принципе, 4 ноября нам заявляет о биотеррористической атаке ОСПУ, как он предполагает, например, он сказал, да? Потом мы видим, что финансируемая им организация провела даже репетицию вот такой атаки с точными датами, поразительно совпавшими. Вот сейчас как раз мы это видим, да? И именно вирус ОСПУ, как раз-таки, о котором и Билл Гейтс говорил, и в этой репетиции официально говорилось, да? Все сходится. И самое интересное, что сейчас мы замечаем, да? Что я сегодня слушала и итальянские новости, и российские новости по поводу всего того, что происходит сейчас с резким вот этим развитием именно этого вируса, значит, ОСПУ обезьян. Оказывается, не могут отследить контакты и не могут совершенно понять, потому что нет одного единого очага, из которого все, в общем-то, пошло. Потому что находят в разных, совершенно разных странах люди, которые никогда не пересекались в какой-либо стране, никаких контактов вместе не имели и вообще никакого отношения друг к другу не имеют. Есть какая-то часть людей, которые вместе посетили какое-то гей-мероприятие, как рассказывают, да? Другая часть людей якобы посетила какую-то сауну. Но, опять же, это несколько буквально групп, а в общем мы имеем совершенно разрозненных людей, которые вообще друг с другом никак не встречались и не сталкивались одновременно в разных странах. Единственное, что объединяет всех этих людей, это то, что они недавно куда-то летали. И вот именно эти перелеты, то есть посещение аэропортов, как раз-таки объединяет все эти множественные случаи, которые сейчас мы видим ярко вспыхивают в разных странах. И еще раз обращу ваше внимание, что Билл тогда как раз об этом и предупреждал. Еще раз зачистую его фразу, а что если биотеррористы принесут ОСПУ в 10 аэропортов? Поразительно, как он все время предвидит все вот эти явления. Поразительная вещь, что то, что сейчас происходит с этими резкими вспышками ОСПУ обезьян по всему миру уже практически, хотя до Азии пока это еще не дошло, но в общем-то вся Европа и Америка, и Канада, и другие страны уже зарегистрировали. Так вот, все это проходит как раз таки перед началом грядущей с 22 по 28 мая новой всемирной ассамблеи того самого ВОЗа, где будет как раз таки протаскиваться решение достаточно жесткое о принятии нового документа, нового, в общем-то, такого обязательства для всех стран, которые в принципе начинают угрожать, ставить как бы под вопрос суверенитеты различных стран в случаях возникновения угрозы пандемии. Вот здесь мы видим на сайте ВОЗ нам говорят, что 75-я сессия Всемирной ассамблее здравоохранения сосредоточить свое внимание на теме здоровья для мира, мир для здоровья. И здесь они как раз таки будут думать о принятии и этого самого документа, который мы с вами уже обсуждали. В одном из моих предыдущих роликов вы можете на канале поискать как раз таки о новой конституции ВОЗ, которая планируется обсуждаться на этой конференции. И тогда ВОЗ просто берет на себя полностью урегулирование всех мер по предотвращению пандемии и будет диктовать вообще странам точь-в-точь, что нужно делать. Закрывать в лагеря или надевать на всех маски, или лишать прав и свобод. Там это четко прописано, что в принципе в случае необходимости лишение прав и свобод предусматривается якобы для спасения жизни. Поэтому, друзья мои, все очень неоднозначно. Ну что, друзья мои, как говорится, сидим с попкорном и следим за событиями. Что нам остается? Ну вот интересная вещь. Буквально на днях президент Бразилии, значит, Болсонару, тот самый, который яро выступал против всех этих жестких ограничений, даже в цвет, в лицо говорил Тедросу и задавал ему такие какие-то вопросы, на которые Тедрос не знал, что ответить. И по поводу тряпочек на лице, и по поводу Ширялова и всего остального. То есть такой, альтернативщик он у них. Так вот, этот самый Болсонар, значит, заявил, что не подпишет договор с ВОЗ о пандемии. Бразилия не подпишет соглашение с ВОЗ о пандемии. Национальный суверенитет это не то, что нужно передать кому-то или другим органам каким-то, и от чего нужно отказаться только для того, чтобы присоединиться к клубу, казалось бы, развитых стран. Вот это заявление президента Бразилии. И вы знаете, ну, конечно, оно внушает надежду, а также мне лично внушает надежду именно тот факт, что вот в этом самом сценарии, который, ну, настолько ярко на глазах сбывается, мне внушает надежду тот факт, что вот то, что я вам прочла, да, там есть такой момент, что остаются страны, которые, в общем-то, не поддадутся, и где все-таки президенты решат не устраивать такой жесткий какой-то, значит, сценарий, да, вот какие-то такие жесткие меры, и вообще-то будут развиваться по-своему как-то. Вот поедем все, значит, дружно в эти страны. Да, ну что остается? Вообще, конечно, я предлагаю не зацикливаться, не впадать в какие-то там депрессии, не начинать бояться, просто свысока наблюдать за развитием событий, потому что мы с вами уже натренированные, наученные, уже продвинутые, уже все знаем и понимаем, и нас уже просто так не обмануть. Друзья, спасибо вам за внимание, спасибо вообще всем тем, кто репостит ролики, кто делится информацией, для нас, блогеров, это не только приятно, но это и важно, важно доносить информацию людям. И я, конечно же, приглашаю вас всех обязательно подписаться на мой канал Телеграм, где у нас с вами идет ежедневное общение, подпишитесь там обязательно на чат, мы там переписываемся, я там людям отвечаю, там возникают какие-то споры, дискуссии, это очень интересно. И, естественно, там я выставляю очень много информации, уже такой более, ну, прямым текстом, да, более яркой, более серьезной, которые, в принципе, на Ютубе, сами понимаете, нельзя выкладывать, потому что постоянные страйки, блокировки и тому подобное. Обязательно подпишитесь на канал Телеграм, ссылка под этим роликом, а также на мой канал на площадке Бастион и на мой ВКонтакте. Все ссылки будут под этим роликом, и еще раз напомню, тем, кто не знает, где искать ссылки под роликами, потому что каждый раз я встречаю таких людей в комментариях. В описании, значит, этого ролика название, справа от названия есть малюсенькая галочка, нажав на эту галочку в телефоне, у вас откроются ссылки под этим роликом. Все, друзья мои, повторю, держимся, следим с попкорном за развитием событий, как за телесериалом, да, и надеемся, конечно же, на то, что мир, свобода и спокойствие наконец-то придут к нам. Спасибо, друзья, и до встречи.